Мы находимся в поселке Лесное, Шиловского района Рязанской области, неподалеку от завода Эластик, где сегодня произошел пожар. Это пороховой завод и по предварительной информации здесь погибло уже несколько человек. Точных данных пока еще нет, мы вот только приближаемся к заводу. Машины, в основном машины обычные не пропускают, только, видимо, сотрудников завода и каких-то спецслужб. Вот нам разрешили полицейские пройти пешком. Сейчас мы до тут доберемся. Мы прошли почти два километра пешком. Вся территория вокруг завода отцеплена. Около проходной только представители спецслужб. Рабочих и их родственников не видно. Мы находимся в поселке Лесное, Шиловского района Рязанской области, где сегодня, по предварительной информации, произошел пожар на пороховом заводе Эластик. По предварительной информации здесь погибло несколько человек. Машины к территории завода не пропускают, поэтому мы идем сюда пешком, скоро узнаем, что здесь происходит. Около предприятия приземлился вертолет, на борту которого находился временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян. Им было проведено оперативное совещание с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации. Мы находимся на территории завода Эластик, как раз в той части предприятия, где произошел пожар. Пока никаких официальных комментариев не поступало о количестве погибших, пострадавших, а также о площади возгорания и причины возгорания. Сейчас как раз проходит совещание, возможно, после этого мы получим какие-то результаты. Картина в целом, в общем-то, ясна. Смена, заступившая в количестве 17 человек, по неизвестным причинам произошел взрыв. В результате сейчас найдено 15 тел и один пострадавший отправлен в больницу с ожогом. В настоящее время происходит проливка-разборка и главные действующие лица сейчас нам на смену придет следственный комитет. Чуть позже стало известно, что 16-й рабочий скончался в Рязанской областной клинической больнице, куда он был доставлен с сильными ожогами. О местонахождении 17-го из этой смены до сих пор ничего не известно. Сначала он считался без вести пропавшим, затем между собравшимися прошел слух о том, что мужчина и вовсе не вышел в этот день на работу. Впрочем, на звонки его телефон не отвечает, поэтому предварительно мужчину считают пропавшим без вести. Восстанавливая хронологию событий, на данный момент известно, что взрыв на территории завода произошел утром 22 октября. В 8 часов 22 минуты огненная вспышка попала на камеру видеорегистратора. Прибывшие на место спасатели справились с огнем быстро, меньше чем за час. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Однако взрыв оказался такой сильный, что от цеха почти ничего не осталось. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. К реагированию привлечены 170 человек и 50 единиц техники. Нам на смену придет Следственный комитет. Следственному комитету, прокуратуре. Мы окажем всяческое содействие в том плане, чтобы осмотреть место пожара. Мы будем работать по деблокированию, по удалению этих разрушенных конструкций с места пожара. Поэтому сейчас прибудут у нас еще специалисты специальные по этому поводу. И работа продолжится до тех пор, пока мы полностью не зачищены эту территорию. В данный момент разбор завалов продолжается. Пока нет информации о новых погибших. Тем временем, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Экстренную проверку проводит и прокуратура области. Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на территории завода синтетических волокон и ластик. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ, нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается. Буквально 15 минут назад я вернулся с места происшествия. Со всеми заинтересованными службами организованного взаимодействия произошло следующее. На территории завода «Эластик» располагается предприятие частное, которое осуществляло деятельность по производству промышленных взрывных устройств. В одном из цехов этого предприятия произошел взрыв со следующим пожаром. На настоящий момент уже установлено, что погибло 16 человек. Один скончался в больнице из этих 16 человек. По данному факту прокуратурой области организована проверка. Мы обязательно дадим оценку действиям всех контролирующих служб. Также оценим промышленную безопасность этого предприятия и иные вопросы. МЧС России по Рязанской области открыла горячую линию для родственников погибших и пострадавших. Всю информацию можно получить по телефону 8-49-12-25-72-90. А официальный сайт телекомпании РЕН-ТВ опубликовал предварительный список всей смены из 17 человек, которые должны были находиться на объекте в момент происшествия. Впрочем, пока официального подтверждения от Следственного комитета не поступало. Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в соцсетях принес соболезнования родственникам погибших и заявил следующее. Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей. 25 октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия. На зданиях ЦИОГов, администрации городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения. Анна Герцовская, Андрей Тюрников, Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».